Сэкономили на отопление, а в итоге сгорели. Частный дом сгорел в Мулино из-за кустарно проведенного отопления. В этом уверена хозяйка дома Ольга Ефимова. Провести тепло она попросила своего знакомого. И судя по всему, к одной розетке он подключил слишком много электрических приборов. Ночью вспыхнул пожар. У меня отключился телевизор. Я подумала, что собака, ну, может быть, там, задела. Потрогала розетку, все нормально. Но сигнала нет. Я пошла к выключателю, думаю, может быть, перегрелась. А выключатель он даже наверх не поднимался. То есть я поняла, что все, я уже испугалась, что там что-то происходит. Я знаю, что это очень серьезно. Открываю. Вот здесь вот выход у меня с кухни был в гараж на второй этаж. А оттуда повалили прям клубы дыма. Я закрываю дверь, бегу, беру включенную ключи. Открываю гараж. Опять этот весь темный дым. И горят батареи. Котел гудит. Как-то не так, как обычно. То есть он работал тихо, а он прям гудит. Я думаю, наверное, сейчас может взорвется еще. Это котел. Вот пилетная норелка. Вот это сверху стояло. То есть провели отопление. Посадили на отопление на один выключатель. Котел электрический, насосную станцию и розетку телевизора. К этому делал мой знакомый. Мы поехали к нему. Под утро, где-то часов, наверное, было четыре, в пятом. Я приехала, сказала, Паша, дом сгорел. Ну, конечно, он сначала сказал, что это не может быть из-за этого. Я говорю, Паша, сгорели трубы. Котел гудел. И еще ничего не установлено. Ну, вот пожарные вам и скажут, вы к ним обратитесь. А вы давно занимаетесь установкой вообще электрооборудования? Электрооборудование. Инспектор МЧС, он сказал, что да, очаг возгорания, это вот, ну, то есть там по той стене, вот, по цвету кирпича, вот он сказал, что да, это вот где стоял котел. Очаг возгорания там. Я всем советую, пожалуйста, заключайте договора. И лучше через организацию, чтобы потом можно было смотреть людям смело в глаза. У него пять детей. Я не знаю, как я буду разбираться с человеком. Потому что пять детей – это много, у меня двое. Это страшно очень. Принято решение о выделении ей маневренного фонда. Она вчера сходила, посмотрела квартиру. Страшно это пережить, это осознать и это все увидеть. Я была одна в доме. Этого я никому не пожелаю. Слез у меня больше нет. Вот так вот. Продолжение следует...